здравствуйте хочу показать вам одну процедуру которую я осуществляю со своими трубочками перед тем как их увлажнить я срезаю кончик трубочки со стороны скрутки обратите внимание он у нас закрыт можно сказать запечатан а вот со стороны раструба он свободен беру в руки небольшой пучок выравниваю и срезают 23 миллиметра обратите внимание теперь со стороны со стороны скрутки тоже есть небольшие отверстия пока я буду срезать остальные трубочки соберу сейчас обрезочки я специально сделала их на фоне стола чтобы вы видели сколько обрезаю вот так это происходит это крайне неудобно обрезочки разлетаются вот опять срезы есть отверстие так я возьму вспомогательную емкость и буду срезать нее пока я буду срезать кончики со стороны скрутки поясню зачем я это делаю перед тем как выполнять эту процедуру не обработала трубочки своим составом в моем случае это было аквалазурь евротекс дважды обработала высушила и после высухания когда трубочки абсолютно сухие мы называем эту стадию до сухарей высушить мне необходимо их увлажнить в ходе обработки трубочек кончики со стороны скрутки поскольку не очень маленькие запечатывается заклеивается для того чтобы нам было удобно увлажнять лозу необходимо освободить отверстие для чего мы собственно и срезаем вот эти кончики если не сделать данную процедуру то у нас вода не сможет пройти сквозь отверстие отверстие у нас внутри трубочки образована от нашей спицы на которую мы ее накручиваем следовательно трубочки будут не увлажнены не созреет и ими будет невозможно работать в описании к этому видео я оставлю ссылочку на мастер-класс в котором я подробно показываю как увлажняю лозу и как работают отверстия которые мы подготовили к этому увлажнению акцентирую ваше внимание на том что когда обрезаете кончики старайтесь поворачивать их себе и смотреть все ли вы срезали если отверстие если отверстие маленький или его нет можно еще немножечко там пару миллиметров обрезать если вам было полезно это видео пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки дизлайки мне будет приятно любая ваша реакция пишите комментарии всегда отвечу на ваши вопросы дизлайки на